Самый яркий, веселый и зрелищный русский праздник Масленицу отметили в Расказовском районе. В Платоновке собрались гости со всего района и жители села. Ярмарка 100% наша, игры на свежем воздухе и большая праздничная программа подняли настроение всем, кто не остался дома, а пришел проводить надоевшую зиму и полакомиться перед Великим постом с сытными блинами. Широкая и разгульная масленичная неделя завершилась. На протяжении семи дней люди угощали друг друга блинами, ходили в гости, а в воскресенье просили прощения у знакомых и родных. Праздник, на котором главным символом уже много веков являются блины и соломенное чучело, по традиции до сих пор проходит даже в самой маленькой деревне. Народные гуляния развернулись в центре села Платоновка. Жители со всего района приехали на праздник, поесть блинов, повеселиться и проводить зиму. Это очень древняя традиция отмечать масленицу, провожать зиму. И это заведено, наверное, в каждой семье. И в каждой семье традиционно, конечно же, угощают блинами, с медом, со сметаной. Сегодня нет снега, но настроение весеннее, и с сегодняшнего дня мы уже полноценно перешли в весну. В этом году на масленицу в районе организовали традиционную ярмарку товаров «Сто процентов наши». Свои товары привезли местные производители из Рассказово района и соседних городов. С блинами и всевозможными угощениями в Платоновку приехали все сельские советы. Главы гостеприимно встречают каждого посетителя и предлагают отведать румяные блины прямо со сковороды. Наши рождественские блины, видите, самые вкусные. Вот поэтому у нас всякие. И с припеком, и обыкновенной, и с маслом, и без масла, и пирожки. И все на свете у нас есть. Мы рождественские, мы вообще село богатое, хорошее. И рады всегда гостям. Так что заходите к нам, угостим и чаем, и блинами, и пирогами. В Рассказовском районе всегда встречают весну с большим размахом. На проводы Масленицы собралось около пяти сотен человек, жителей и гостей района. Русский праздник заставил отложить все дела и планы. Весну положено встречать весело и шумно. Вот сегодня приехали на праздник, очень довольны. Обошли все павильоны, сельсоветы, очень понравилось. Уже успели покушать блины, очень вкусно. Еще бы солнышко светило, а то ушло, все, за тучки. Хорошие, веселые. Что делаете на Масленицу? Печем блины с понедельника и до воскресенья. Выпекли? Обязательно. Гостей звали? Конечно. Через ворота пройдешь, свое счастье обретешь. Для гостей праздника организаторы установили врата счастья. Деревянная, украшенная яркими лентами конструкция пришлась по нраву посетителям. Народные гуляния по традиции сопровождаются песнями, танцами, хороводами, играми и забавами. Русские богатыри соревновались в силе и ловкости. Для детворы устроили бои с подушками и другие конкурсы. Без призов и сувениров не остался никто. Особый колорит народному гулянию придавали фольклорные песни. Мы гостей дорогих дожидали, хлеба, союзные привещали. На праздники всех желающих угощали блинами и горячим чаем. Чтобы выявить самый вкусный румяный блин, устроили конкурс среди сельских советов. Народное голосование помогло определить, чей блин лучше. В номинации «Самый аппетитный блин» победителем стал Дмитриевщинский сельский совет. Грамоту за самый румяный блин получил Верхнеспасский сельский совет. И у нас осталась еще одна номинация. Номинация «Самый оригинальный блин». Грамотой награждается Рождественский сельский совет. Ура! Прощай, 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 Масленица, прощай! Кульминацией торжества стало сжигание чучела Масленицы, символизирующий уход зимы и приход долгожданной весны. Прощай, 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 Масленица! Перед Великим постом в воскресенье по традиции все просили друг у друга прощения, чтобы вступить в самый строгий и долгий пост с доброй душой. Ирина Птуха, Алексей Горелкин. Новости ТВ Рассказово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова